здравствуйте дорогие наши садоводы наши любимые подписчики мы сегодня приехали в сад прямо рано утром у нас сегодня будет большая работа нам нужно привести в порядок посадки земляники крупноплодной конец июля начало августа это время обработки крупноплодной земляники вот так как мы еще и в отпуске были у нас как раз вот начало августа еще мы успеваем у нас есть земляника мелкоплодная есть крупноплодная есть ремонтантная есть земклуника но сегодня мы обрабатываем приводим в порядок землянику крупноплодную с чего начинаем мы обработку на растениях первого года удаляем только усы не обрезаем листву а растения 2 и 3 года посадки 2 3 года конечно тоже начинаем сейчас с удалением усов если нужны усы для размножения берем как я уже и говорила наверное берем с растений второго года жизни они самые плодовитые самые сильные 1 и 2 ус от маточного растения но затем я удаляла все усы в процессе плодоношения только начала плодоносить земляника же сразу выбрасывает усы чтобы ягоды были крупнее нам усы не нужны и я удаляла все усы пока так вроде и смотрела в самом начале все контролировала ну а потом тут мы уехали в отпуск все у нас там все заросло конечно она уже плодоносила когда мы поехали но кусты уже росли сами по себе все заросло усов полно вот сейчас мы будем удалять усы и обрезать листья посадки 3 3 года желательно убирать вот три года плодоносила и на 4 нежелательно оставлять но если по каким-то обстоятельствам остается на четвертый год еще можно оставить но желательно убирать кусты уже получаются старые взрослые образуют много рожков кусты большие и мало проветриваются плохо проветриваются кусты есть вероятность заболеваний и образуется много цветоносов и растение уже не может выдержать вот такое количество цветоносов не может нам дать крупную ягоду как бы мы ее не подкармливали ягоды на четвертый год посадки все равно мельчает крупных ягод уже не будет поэтому лучше после третьего года убирать не жалеть будет крупнее ягода будет лучше проветриваться кусты лучше всего вести вот так первый второй и третий год первый год со второго берем усы третий год убираем сажаем усы и вот так получается такой оборот но у нас так не получается у нас несколько сортов каждого сорта по три грядки у нас нет по двери поэтому у нас так получается старый убираем после третьего года но когда-то бывает на четвертый остается но не надо жалеть и сейчас начну прямо здесь мы обрезаем все листья не выбираю вот так сторону вот видно даже вот пошли молодые можно сделать так что вот эти молодые вот это оставить а вот так по одному по одному вот так вот срезы но это очень долго поэтому так темно там к нам пока сюда положу поэтому вот на высоте примерно сантиметров 5 чтобы не повредить вот сердечко и не повредить вот эти вот молодые листики на высоте примерно сантиметров 5 вот так вот все удаляем ничего страшного если вот эти вот стебелечки останутся вот так вот весь все листья все усы он и агрю софта удаляла удаляла и все равно они наросли вот они все молодые то вот они листочки идут их желательно оставить но если мы будем вот так убирать на высоте 5 сантиметров мы их не задели и даже сразу видно вот когда обрежешь сразу видно старый куст или не старый вот много нет рожков есть некоторые прямо даже когда бывают старые кусты и прямо даже выпирает наружу все усы уже сейчас тоже убирать надо так вот это вот так вот будет начало вот так вот останется мой обработанный кустик старые листья тоже все убрать вот так все пойдем дальше и и мы всегда каждый год хотя бы одну грядку убираем в этом году мы наметили вот эту грядку убрать все ее будем сподряд все выкапывать ну вот обрезали все эти кустики где-то и побольше чем 5 сантиметров и до 10 где-то получилось но главное лишь бы были убраны старые листья а там уж как получается это я выбросила всю старую грядка свободная и мы сегодня посадим вот с той грядки усы ульяна оставляла готовила решили ее размножить там у нас всего одна грядочка не знаем какой сорт может быть кто-то вы нам подскажете усов дает совсем мало практически нет усов а ягоды темно-темно бордовая сладкая крупная название не знаю но мы все всегда бежим к этой самой первой грядке на самая вкусная ягода ну вот и решили говорю давай тогда ульяна ее сюда она правда усы оставила весной но если вот таких случаях когда какой-то сорт ягоды не дает много усов можно взять куст разделить его на рожки и рассадить рожками я уж так и хотела в этот раз говорю если нам не хватит куст возьмем на рожки разделим но вроде бы как вот так один куст вам смотрю не отрезала не обрезала наверное оставила для того что если вдруг не хватит то мы разделим куст ну я сейчас я приготовлю грядку я взяла компост прошлогодний протрясла его весь через ящик как я обычно делаю чтобы убрать все что не перепрела можно конечно было с этим совсем что не перепревшая полупревшая тоже заложить все в землю но я протрясла это сейчас компост внизу перекопаю а то что осталось отбросила не перепревшая замульчирую сверху у меня получится как бы мульчи еще сверху так ну вот в середине у нас посажены нарциссы смотрит нас давно нас каждой грядки посередине нарциссы поэтому мне перекапывать только вот такими полосками по краям и поэтому я сейчас вот этот вот компост вот так вот буду рассыпать можно сказать по краю грядки вот так и плюс залу плюс сюда же вот так вот залу вот сейчас все вот так пройду в круговую и все это перекопать можно какое-то любое комплексное удобрение можно азофоску можно даже не осенние с азотом удобрение потому что еще нужен азот сейчас она будет наращивать зеленую массу которого даже там мы убрали и тут тоже нужно для приживаемости сейчас ей нужен азот и калий ну вот мы сейчас ей это дадим сейчас я все это приду приготовлю пока она будет высаживать усы я продолжу работать вот с этими грядками которые она обрезала ну вот посадили мы усы через 50 кантиметров примерно расстояние маленько они у нас пока лежали на грядке чуть-чуть подвяли но ничего они встанут все луночки полили и посадили рожки надо сажать так чтобы сердечко не заглублять и высоко не оставлять если посадите высоко над землей корни будут оголенные растение плохо будет приживаться подсыхать может погибнуть а если посадить глубоко они не приживутся они погибнут земля рыхлая они еще будут тягиваться в землю поэтому нужно обязательно вот прямо на уровне уровня почвы и полить простой водой подкармливать сейчас я их ничем не буду когда приживутся это примерно ну через 7-10 дней может быть тогда можно их под каждый кустик подкормить ну а те кустики которые мы обрезали сейчас нужно их прорыхлить сантиметра на 4-5 глубины глубоко не надо перекатывать а сантиметра на 4-5 вот порезом можно или между какой-то лопышкой прорыхлить так и вот эти сейчас мы подкормим подкормим их раствором куряка чтобы они наращивали зеленую массу затем мы их можно через неделю наверное я их посыплю золой тоже также зарыхлю в землю а где-то в сентябре уже сделаю суперфосфат внесу в землю тоже также подрыхление чтобы кустики хорошо перезимовали зиму и конечно нужно сделать обработку нашим растениям против вредителей и против болезни можно сделать две обработки смотря какими препаратами вы обрабатываете если обрабатываете бордоско-жиско-сюхом обигопик медь содержащие препараты они ни с чем не совместимы значит делаем одну обработку против болезней вторую обработку делаем против вредителей против вредителей можно взять препараты фуфанон карбофос аллатар октару я делаю эту обработку одну смешиваю инсектицид и фунгицид от болезней и от вредителей в этом году я буду делать октару совмещать со скорой октару можно совмещать с хорусом если обработка идет при температуре ниже плюс 14 градусов то можно отдать предпочтение хорусу а если обрабатывать при температуре выше 14 градусов вот так как у нас сейчас то можно выбрать скор и вот я буду совмещать октару и скор это у меня будет оба препарата это системные что значит системный препарат то есть это вещество попадая на листья проникает в сосудистую систему растения и распространяется по всей системе то есть попадают даже в корни тот и другой препарат системный и вот я выбрала в этом году вот такую обработку вот я препараты эти уже приготовила но в эти дни вот сейчас я обрабатывать пока не буду во первых я подожду еще и вот эти вот несколько дней приживутся усики чтобы все вместе сделать и все таки я и раз подкармливаю вот эти тоже растения сегодня то интервал я все равно им сделал на 10 литров воды я возьму октару 1 и 2 грамма и 4 миллилитра скоро у меня скор по 1 миллилитру поэтому у меня 4 пакетика есть он на 2 миллилитра поэтому смотрите сколько миллилитров отдельно разводим это отдельно разводим это потом совмещаем вместе и опрыскивать нужно всю грядку сподряд вот так растения все и землю все все сподряд хорошо все опрыснуть ремонтантную крупноплодную землянику сейчас никак мы не обрезаем не обрабатываем ее она цветет вовсю это у нас ремонтантная крупноплодная земляника она и цветет и ягоды дают поэтому сейчас мы ее не обрезаем а подкармливаем сегодня я ее тоже подкормлю настоем курика это у нас мелкоплодная ремонтантная земляника без усы она плодоносит плодоносит долго до сентября включительно сентябрь но она у нас заболела вот бурая пятнистость и оставлять ее так конечно не обработанную но сейчас нельзя я еще два месяца плодоносить она сейчас будет уже плодоносить хуже потому что она заболела ее бы нужно полечить но химические препараты сейчас ей противопоказано мы же ее кушаем попробую ее полечить аллерин и гомоир вместе совместимый биопрепарат это сенная палочка буду обрабатывать ей и по листу и под корень полью как-то протяну я до сентября месяца в сентябре уже когда уже она завершению пойдет тогда я ее уже обработаю химическим препаратом и весной опять повторю чтобы у меня вот этого не было как-то она всегда у нас обходилась без болезни в этом году у нас лето в этом году очень дождливая сырое болезни прямо бушуют у всех и в теплицах бушуют и на грядках поэтому вот у нас она здесь тоже заболела жалко ее так оставлять поэтому вот я какими-то биопрепаратами можно обрабатывать ёжик нам пришел в гости погулять погулять отвернулся как так я иду как раз пойми же это он прям из посередине бежи сидит вернулся смотри папка тебе повернулся свернулся в кровочек не бойся не обидим тебя бегай давай в лес и продолжаем ее подкармливать золой подкармливаю и настоем куряка подкармливаю ягодками чтобы она нас долго радовала ну и вот наверное все сегодня про землянику оставайтесь с нами подписывайтесь на наш канал всего вам доброго до свидания до свидания дорогие подписчики